В этом месяце я и сам стал жертвой ДТП. Просто решил, как говорится, съехать с горки на обычном, при этом неэлектронном самокате. Не справился с управлением, к счастью, никто не пострадал, а поплатился только здоровьем локтей и коленей. Теперь не понаслышке знаю, что дает смесь слабоумия, отваги, самоката и случайного камня на дороге. Даже на камеру этот момент попал, посмотрите. Но я человек взрослый, а вот примеры пострашнее. Мальчик чуть было не завалил главный экзамен – естественный отбор. Ведь такие самокатики появляются перед водителями неожиданно. Это подтверждает и еще один пример от барнольских автолюбителей. Вот он. А в ГИБДД говорят, что с приходом тепла уже трое детей на самокатах попали в более серьезный ДТП. Им потребовалась медицинская помощь. Популярность транспорта растет, а дети забывают или не знают главные правила. По тротуарам можно, конечно, кататься, но подъезжая к пешеходному переходу должны остановиться, убедиться в безопасности перехода, что водители пропускают. Только после этого шагом переходить дорогу. Двухколесный транспорт набирает популярность. В городе с недавнего времени работает сеть аренды электросамокатов. На прокат их может взять любой, при том, что скорость некоторая техника развивает приличную, а прав не требует. Вот пугающие видео из северной столицы России. Столист Мариинского театра, можно сказать, играет в шашечки с прохожими. Задевает пешехода, падает. А в итоге попадает в кому. Врачи выяснили, что он находился в состоянии серьезного алкогольного опьянения. Как говорят в дорожной инспекции, некоторые самокаты только выглядят как безобидный транспорт. Но если электросамокат развивает скорость свыше 25 км в час, он уже официально считается мопедом и требует оформления прав. И передвигаться на нем по тротуару уже строго запрещено. Но и менее мощные средства передвижения скоро тоже будут учтены правилами движения. В этом году планировалось разрабатываться дополнительные внесения изменений в ПДД. О такой понятии, как средства индивидуальной мобильности. К этому относятся как сигвеи, моноколеса. Ну, также, возможно, будут отнесены и самокаты. Так что скоро эта сфера будет регламентирована. Как сообщают наши коллеги из столичных федеральных городов, там уже порой возникают настоящие войны между пешеходами и любителями самокатов. Законы, конечно, ограничат свободу передвижения любителей прокатиться по тротуару с ветерком. Зато на улицах будет мирно.